Два года назад в результате конфликта в общежитии на Попово-35 погиб берчанин Алексей Разгоняев. В его убийстве обвинили Валентина Ручимского. Напомним, что в ноябре 2014 года конфликт братьев Ручимских и компании восьмерых молодых парней закончился поножовщиной. По словам осужденного, защищая свою жизнь и брата, он достал нож и нанес несколько ударов своим противникам. В результате один из них умер в больнице, а еще двое получили ранения. Ручимский и его адвокат настаивают, эти действия были лишь необходимой обороной. Однако Бердский городской суд вынес приговор. Десять лет колонии строгого режима. Не согласившись с таким решением, Ручимский подал апелляцию в Новосибирский областной суд. «Определением судебной коллегии по уголовным делам 1 ноября 2016 года приговор Бердского городского суда в отношении Ручимского оставлен без изменения. Решение по делу не было понятно, исходя из того, что все ходатайства, которые заявлялись с нашей стороны о назначении экспертизы, об исследовании доказательств по делу, они все были отклонены составом судебной коллегии. Ну и, соответственно, вот оно решение, намеренное обжаловать данное решение в конституционном порядке в президиуме Новосибирского областного суда, а затем судебной коллегии по уголовным делам Герховного суда Российской Федерации». В ходе судебного заседания Валентин Ручимский рассказывал, что он с братом пришел в общежитие, чтобы поговорить с местным жителем по прозвищу «студент», которого они заподозрили в торговле наркотиками. А тот, в свою очередь, позвал на помощь семерых друзей. И когда прибывшие на подмогу стали избивать братьев Ручимских, по словам Валентина, ему пришлось достать из кармана нож. Как он пояснил в суде, нож был предназначен для хозяйственных целей. Работая в гараже, он случайно прихватил его с собой. Убивать никого не хотел. Просто защищал свою жизнь и жизнь брата. Однако, несмотря на доводы подсудимого и его адвоката, областной суд оставил суровый приговор без изменений.